МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Её называли никому не нужной войной. Ошибкой, событием, не оправдавшим себя в исторической перспективе. Но сотни тысяч прошедших жирл афганской войны так не считают. Накануне 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана вспоминаем те события с их непосредственными участниками. В студии Сергей Тарасов, председатель правления и общекрымского союза ветеранов Афганистана и других локальных воин, воинов и интернационалистов, и депутат Государственного совета Республики Крым Александр Шувалов, председатель Крымской республиканской организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы, инвалиды войны, депутат Госсовета Республики Крым. Господа, 15 февраля. В этот день, в 89-м году, последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. За эти 30 лет многое изменилось. Сейчас мы живем уже в другом государстве, но тогда выражение «мы вас туда не посылали» очень активно обыгрывалось. Уже в конце, так сказать, существования Советского Союза. И в те времена отношение к ветеранам войны в Афганистане было двоякое. Вроде как и люди пришли с войны, и действительно выживает уважение. А вроде непонятно, была ли нужна эта война. А была ли нужна действительно эта война, Сергей, с геополитической точки зрения? Ну, знаете, нужна или не нужна. Любая война не нужна. Начнем с этого. Потому что война нанесет боль, утрату, гибель людей, разруху и так далее. То есть, как по сути своей, война не нужна. Можно было договариваться какими-то другими мирными дипломатическими отношениями. Но, исходя из той ситуации, в которой находился Советский Союз, и Афганистан, это были южные рубежи, и размещение там, разгар холодной войны, и размещение там, будем говорить, американских или каких-то других натовских баз, это, конечно, был большой удар. И я так думаю, что одной из причин ввода войск в Афганистан явилась и одна из, будем говорить, ну, как сказать, предупредить размещение военных баз. А вообще мы знаем из истории, что у нас был договор с Афганистаном дружеский, и мы по приглашению афганского руководства, наши войска были введены в 79-м году на территорию Афганистана. Действительно, с юридической точки зрения, все правильно. По сути, народ попросил, и дружеское государство, безусловно, оно оказало поддержку. Но, тем не менее, вынудили на тот момент руководство вывести войска, наверное, можно так сказать. Но вот в 89-м году с подачи Горбачева приняли постановление Второго съезда народных депутатов, осудившее решение ввести войска в Афганистан как политически ангажированное и не оправдавшее свою историческую перспективу. Александр, а что вот тогда чувствовали участники боевых действий в Афганистане, когда было принято это решение? Я, наверное, в подтверждение слов Сергея Ивановича скажу, что изъезженная такая фраза, высказывание, что политики развязывают войну, а страдают гражданские люди. Мы выполняли свой приказ. Нам Родина поручила, и мы выполняли свой приказ. Мы присягнули на выполнение воинских обязанностей в руках с оружием. Ну вот пришлось как бы поучаствовать в этих мероприятиях. Я 18-летним мальчишкой был призван в ряды советской армии. По своему желанию поехал в Афганистан, в принципе, написал заявление, в военкомате одобрили это, и готовился к этому мероприятию. В 8-м классе мальчишка видел передачу, что происходит в Афганистане, понимая, что там ведется не просто стройка и покрашивание, как рассказывали нам, бордюров и сажание деревьев, а именно настоящая война. Вот эти все моменты были мне известны не только с телевизора, хотя в то время была закрыта информация, и письма нельзя было писать. Мы понимали, что там происходило, только от своих друзей, которые именно там служили. Я хочу сказать, что среди нас сегодня мирных жителей ходят те ребята, которые именно там воевали, и не все готовы рассказать то, что там происходило. Ну, а вот вы говорите, что по своему добровольному желанию направились в Афганистан, а ходят разговоры о том, что многих принудительно туда посылали, насколько это соответствует действительности? Ну, я думаю, что это разговоры, не более того. Это разговоры, не более того, да. Поверьте мне, во всех подразделениях, воинских частях, вот общаясь с людьми, говорят, а я тоже хотел бы в Афганистан, ну, крутили возле виска, говорят, ты что, турной? Вы как военнослужащий срочной службы, да, отправились? Да, я был на срочной службе. Курок, как говорили тогда, вуз, пулеметчик, проходил подготовительную, ну, как бы, можно так сказать, школу молодого бойца. Да, да, в Фергане, город Фергана, Узбекистан. И оттуда был направлен в Афганистан 12 февраля 1985 года. Я уже находился на территории Афганистана, потом попал в провинцию Бамьян. Хотел бы сказать, Саша, что из 20 провинций Афганистана 18 были, ну, как бы, под мятежниками, именно под маджахедами. И то, что там творилось, наркотрафики, да, терроризм, который мог бы зайти, и вот просто на 10 лет мы отодвинули этот терроризм в Советском Союзе. Ну, потом в Россию. Ну, кстати, вот есть предположение, и думаю, оно действительно имеет право нажить, что все-таки этот радикальный терроризм, да, он был все-таки разработан как проект Соединенных Штатов Америки, который решили не допустить, да, основательного размещения советских не только войск, да, но и, в принципе, советское участие на территории Республики Афганистан. Но мы еще поговорим о том, что непосредственно сделал Советский Союз для Афганистана, да, и что, к сожалению, на сегодня утрачено. Ну, мы же понимали, что подогревалось все Америкой, финансирование, поставка оружия, и когда не знали, как поломать Советский Союз, втянули в эту войну. Мы же понимали, что именно на то время политика, в какую сторону идет раскачка, и что происходит на самом деле. Вот это все уже, когда мы приехали туда, мы поняли, вот, прям вот, конкретно, увидев, что происходит, да, так, ну, мирные люди относились нормально, нормально общались с ними, приглашали нас в гости, мы их к себе приглашали, проводили какие-то совместные мероприятия, ну, как бы, вот, шла мирная жизнь, но рядом была война. Сергей, а вот вы когда отправились, вы уже офицером, да, туда направились? Я уже был офицер, да, закончил в 84-м году училище, и был направлен для прохождения дальнейшей службы в Прибалтийский военный округ. На базе Прибалтийского округа формировался пулк для отправки в Афганистан. В 5-й мотострелковой дивизии Шинданская в то время, значит, не было одного полка, потому что при вводе войск в Афганистан один из полков стал основой создания 70-й бригады в Кандагаре. Вот, и в 84-м году было принято решение о том, чтобы ввести туда пулк в полном составе боевой, именно из Прибалтики. Сколько лет вам было? 22 года. 22. Вот все-таки романтика, да, какая-то, наверное, еще присутствует в этом возрасте. Ваши ожидания и реальная картина того, что вы там увидели? Знаете, мы воспитывались в Советском Союзе и обучались в военном училище, и будем говорить пропаганда, и вся наша суть была направлена на то, чтобы мы учились военному делу настоящим образом. В 82-м году я вступил в члены партии. Я член партии с 82-го года, член КПСС. И когда нам зачитали о том, что будет формироваться полк, еще официальных бумаг не было, ни резолюции, ничего, практически все офицеры молодые, а нас попало служить под Калининград где-то порядка 12 человек. Вот мы все 12 человек, как один написали рапорта о том, чтобы нас отправили в Афганистан в составе этого полка. То есть я хочу сказать, что вот тот патриотизм, то воспитание, оно имело очень большую силу, влияние, и мы себе не могли представить, как мы, кадровые военные, не можем испытать или применить теоретические знания на практике. И практически все, 12 человек, 2 человека у нас ушли раньше, а 10 человек мы все пошли на формирование полка и в 85-м году, в марте месяце, мы пересекли границу Кушка-Туругунди в СССР-Афганистан и вошли в провинцию Герат и встали после Герата напротив 101-го мотоциклового полка. Александр, вот да. Я просто хочу сказать, что вы помните, да, то время, я не знаю, застали вы его или нет, были молоды, наверное, в то время, но те люди, которые вообще не служили в армии, как к ним относились? Мы просто это помним время. Волчий билет, да. Да, Волчий билет и как-то вот искоса, и девочки искоса смотрели, думали, что, наверное, это показатель того, что патриотическое воспитание было, наверное, на самом высоком уровне. А сегодня что? Все-таки, я вспоминаю, свои школьные годы, к нам всегда приходили ветераны Великой Отечественной войны, и мы, открыв рты, их слушали. Сегодня, к сожалению, таких людей осталось мало, и, наверное, вы уже обязаны перенять эту историю. Мы сегодня подплатили Знамя Победы и несем его с честью и с достоинством. Я думаю, ветеранам не стыдно, и нам не стыдно смотреть ветеранам в глаза. Это показалось в 2014 году, когда афганцы встали во главе... По защиту Крыма? Да. Я просто хотел сказать, мы же проводили работу по патриотическому воспитанию, находясь и в составе Украины, Крым когда находился. То есть мы ходили в школы, проводили уроки мужества, проводили какие-то мероприятия, связанные с патриотикой, с оружием, с вооружением. И оно дало результаты, я хочу добавить Александра, потому что во время формирования ополчения 23 февраля в нашу роту очень много записывалось молодых людей. Те, которые еще не служили даже в армии, вот до призывного возраста. И мы уже говорили, ребят, ну на ваш век хватит, отдыхайте, а вот мы все-таки будем... Нет, все равно вот они ходили с нами и на дежурство, и на патрулирование, то есть принимали самое активное участие. И это не должно радовать, не должно не радовать. Почему? Потому что мы понимаем, что плоды нашей труды, наши общественные организации, они имеют вот такие результаты. Ну да, в свое время научили вас, теперь ваше время быть учителями. Александр, ну вот вы начали рассказывать о том, что, да, Афганистан, это ведь не только война была, да, это еще и мирная жизнь. И тот слой мирного общества, значительный, да, с которым вам постоянно приходилось соприкасаться. Да, и вы говорили, что они достаточно мирно были настроены. Вот все-таки хотелось бы узнать о том, как это происходило в действительности там. Ну, хочу сказать, что провинция Бемиан еще раз повторится, да, 120 километров от Кабула, и доставка продуктов у нас происходила на вертолетах. Только вот один путь, это доставка через воздух. И приходилось обращаться к мирным жителям за помощью в предоставлении продуктов, питания. Ну, вот такие моменты возникали. И у них трудности возникали по медицинскому обслуживанию. Мы оказывали содействие, у нас при нашем батальоне была медицинская часть, и при необходимости отправляли в Кабул, Гордес, людей, ну, разные ситуации были. Ранения, кто-то рожал, это мирная жизнь. Люди жили в провинции, и как бы не было своей больницы. Естественно, мы как бы подключались к этому процессу, и где-то оказывали, мы же понимаем, у них процесс на выживание. Никаких прививок никто не ставит. Ну, это, я не знаю, 13 век. Но вы сказали, что большая часть провинции находилась под влиянием непосредственно террористических группировок, ну, душманы, в общем, там находились. А настроение местных жителей, оно менялось из-за их присутствия? Естественно, менялось, потому что они понимали, мы несем мир. Мы несем мир и строительство, да, обустраивали не только у себя, да, вот, воинской части, но и оказывали содействие мирным жителям. Я хочу сказать, что кроме ограниченного контингента, там же находились еще специалисты мирных профессий, мирных специалистов, строители, дорожники, геологи, да, то есть и введение войск в Афганистан, оно не подразумевалось под собой оказание, вернее, не оказание, а кого-то победить. Мы входили туда для оказания помощи, помощи в строительстве вооруженных сил, помощи в налаживании, будем говорить, связей международных, то есть для стабилизации обстановки. То есть у нас не было приказа, там, кого-то победить, или кого-то, значит, задавить, или снести с лица земли. Мы стояли гарнизонами вдоль основных магистралей для того, чтобы проходили мирные колонны. Там же вот идет колонна, и маджихеды, духи, что они делали? Останавливали, брали с них мзду за прохождение. Ну, по сути, просто бандиты. Бандиты, с большой дороги, рикетеры, или как их обозвать, Группировки такие, у нас такие случаи были, что там, шуравей, дай пройти. Они пошли, там, такая стрельба, смотрим, тащат своих, те продолжают стрелять, потом через неделю эти идут туда. Ну, как бы вот постоянно какие-то вот разборки такие, знаете, вот мне это напоминало, по-моему, в 90-е годы, когда у нас происходило, вот то же самое происходило. Но у них оружие, они постоянно выясняли отношения. Если они объединились, я думаю, нам бы там не весело было. Ну, вот на тот момент, действительно, Сергей начал говорить о том, что большое количество находилось и мирного населения, которое создавало инфраструктуру в Афганистане, недавно отстрелил фотоподборку, там действительно капитальные объекты, школы, больницы, административные здания. Электростанции, заводы, фабрики строили. И вот после вывода советских войск из Афганистана, практически сразу туда вошли американцы, потеряли еще больше людей, потратили еще больше денег, но в итоге ничего подобного не создали. Ну, я бы хотел вам сказать, Александр, что вот общаемся же, ребята ездят до сих пор в Афганистан, встречаются с теми людьми, которые воевали против нас, они говорят, русские воевали справедливо, честно, но лицом к лицу. Вот американцы, те прилетели, отбомбили, вы помните, сколько было случаев, да, свадьба, идет свадьба у мусульман, они прилетели, отбомбили, всех уничтожили, сравняли все с землей и улетели. А как вы говорите, встречаются со своими бывшими, по сути противниками? Так и есть, на самом деле. У нас, как бы, традиция, ребята едут в Кабул, и в Кабуле там есть стена, где вот памятные доски, ребята, я хочу сказать, что вроде бы, да, чужая страна, мусульманская страна, но ни одного памятника, который мы поставили в честь погибших ребят, они не уничтожили. Это уважительное отношение. Посмотрите, что происходит в Европе сегодня, да, освободители, их освободили от коричневой чумы, и что они делают. Так, а что далеко ходить? В Украине, смотрите, что творится, памятники вылили. Я просто вот пример приведу, да, мусульманская страна, где свои обычаи, свои законы, и вот чтят традиции, и вот ребята летали. Встречаются, и причем систематически так. Я просто хотел добавить еще Сашу на Саланге, значит, рядовой солдат, водитель, подставил машину под удар, чтобы, значит, машина мирных людей, которая везла там грузы какие-то, не улетела, отказали тормоза. И вот он ценой своей жизни остановил эту машину, вот, сам погиб, и там стоит памятник, и вот то, что Саша говорит, что ни один памятник не осквернен местными жителями, это действительно так, и причем до сих пор его там ухаживают за ним и смотрят. Я хочу сказать больше, что те ребята, которые пропали без вести, до сих пор как бы ведется работа, я хотел бы сказать спасибо Руслан Султановичу, Аушеву, который занимался этой работой, и до сих пор продолжается эта работа, и самое интересное, что афганцы помогают, оказывается действие в решении этих вопросов, там, где ребята погибли, как бы останки, познаем, ну, находим родственников, ДНК, как пример, Коршенко у нас есть в Перекопе, который был пропавший без вести, нашли его останки, и где-то лет 7 назад, по-моему, восстановили, он у нас числился как пропавший без вести, и вот история показала, что он погиб, захоронен на территории Афганистана, и он, как бы, память о нем действительно, да, живет. Действительно, вот такая весьма сложная ситуация, когда молодых ребят ждали, там, и мамы, да, и невесты ждали, просто родные, да, и когда они не возвращаются, но вот, и в любом случае, даже если возвращается, это и психологическая травма, да, и необходимость адаптации в обществе новом спустя, там, два года или даже полтора войны. Вот сейчас, на сегодня, спустя 30 лет, да, существуют еще какие-то, вот, сложности у афганцев? Я имею ввиду, там, социальные какие-то гарантии. Но без сложности не бывает, и вы правильно затронули вопрос, когда войска выходили из Афганистана, это был 89-й год, это уже, будем говорить, разгул демократии и прочих дел, и когда на армию смотрели, как на, будем говорить, из жидки, то есть, армия не нужна, нужна там коммерция, нужна там капитализация и так далее, то есть, люди подгнали за длинным рублем. Выходила высокомобильная, отработанная армия, которая имеет боевой опыт, и она оказалась в Советском Союзе никому не нужна. Через некоторое время мы пожали плоды этого, наплевательского отношения к армии, вот, и к афганцам, и к афганскому опыту, когда появились террористы уже на территории Российской Федерации, Советского Союза, Ош, Фергана, значит, Чечня, вот, то есть, тот опыт, который был в Афганистане, он стал необходимым уже в контртеррористической операции против, значит, этих ваххабитов и исламистов, которые копались в Чечне. Поэтому и к армии нельзя было так относиться. Ну, самое интересное, что правительство даже не пришло встретить солдат. Это вообще был такой парадокс. Мы просто были удивлены, почему такое отношение. Но вот в начале нашего разговора вы говорили о том, что... Исходя из этого и не было реабилитационных каких-то центров, пунктов. афганский синдром, мы же понимаем, да, многие ребята покончили жизнь самоубийством, кто-то сел на стакан, кто-то на иглу, но это... Люди прошли войну. Они видели смерть, они видели кровь, да, и когда человек чувствует запах крови... Но полагаю, что во многом вот помогло эту ситуацию исправить само афганское братство, насколько я понимаю, что люди, прошедшие это жерло войны, они все-таки стараются держаться вместе, помогать друг другу. Сейчас, вот, если говорим уже о периоде с 2014 года и нахождении полуострова в составе Российской Федерации, поддержка ветеранов Афганистана, ну, в принципе, воинов, участвовавших в локальных конфликтах на федеральном и на региональном уровне. Достаточно ли она или есть еще какие-то нюансы, которые необходимы? Я, наверное, отвечу на этот вопрос, так как являюсь председателем комитета государственного совета по труду, социальной защите, здравоохранение и делам ветеранов. Естественно, все меры социальной поддержки, которые обозначены, они сегодня в полной мере соответствуют тому, то, что происходит. Вот, хочу, как бы, пример поставить, что при Украине было принято ряд законов, автопротезирование по пенсионному обеспечению. Но те копейки, которые платились за те заслуги перед ребятами, сегодня это в 10 раз, наверное, превышает тех выплат, которые были при Украине. Ребята довольны. Сегодня уже таких вопросов не задается, что трудно жить. Понимая их заслуги, сегодня государство заботится о их жизни. Да, есть вопросы по жилью, по улучшению жилищных условий. Но сегодня этот вопрос тоже поставлен быстрее угла. Сегодня выдаются сертификаты, и как бы на эти сертификаты пытаемся как бы приобрести ребятам жилье. Понимая, что при Украине, обещая, что будет жилье, его никто не строил, никаких сертификатов не выдавалось, ну, как бы, вот все сходило на нет. Сегодня изменилась вот в корне ситуация по отношению к участникам боевых действий. И если возникают какие-то вопросы, мы стараемся их решать в индивидуальном порядке. Также ситуация изменилась и по здравоохранению. Плотно работаем по социалке, работаем с Еленой Васильевной Романовской, по здравоохранению с Александром Ивановичем Галенко. Какие-то вопросы возникают вплоть до высокоточной операции, отправляем на материк, ну, как бы, стараемся вот постоянно держать во внимании все вот эти вот вопросы. Ну и как председатель общественной организации, я хочу сказать, что у нас подписано соглашение с главой республики Сереги Валерьевичем Аксеновым и с председателем государственного совета Владимиром Константиновым о совместной деятельности, о сотрудничестве, вот тройной такой договор. У нас подписаны договора соглашения с рядом политических партий, вот, с общественных организаций. То есть, и если раньше мы, будем говорить, когда шли и навязывали себя, ребята, там, уважаемые министры, а можно мы проведем урок божества? То сейчас наоборот. Они уже приходят, у нас уже есть график, схемы, люди, которые этим делом занимаются, уже на таком довольно-таки... Ну, это не праздником, а это ежедневная работа, уже как бы выстраиваем мероприятий очень много. Сейчас 9 мая, да, вот сейчас пройдет наш праздник. 9 мая, Крымская весна, 23 февраля, День Героев. Ну, вот практически работа ведется постоянно. Я хочу сказать, что, в принципе, наверное, хорошо, когда не ты идешь к системе, а она все-таки уже нуждается в тебе, как военных интернационалистов. Вот эта взаимосвязь очень радует сегодня. Я хочу сказать, что это благодаря все-таки активной жизненной позиции афганцев, жизненной позиции членов организации и вообще неравнодушных людей к этим делам. И, наверное, показатель вот этого уже сотрудничества является то, что Государственная Дума, она готова пересмотреть, да, это отношение, по сути, к афганской войне. Вот, как считаете, будет ли так, как должно быть по справедливости? Мы уверены. Мы уверены в этом, потому что, вот, вы вначале сказали, что было осуждение, оно горько, и причем осудили-то не тех, кто затеял эту войну, а осудили тех, кто выполнял этот приказ. Этот долг, да. Да, этот долг выполнял. И получается, значит, политически было принято неверное решение, на наш взгляд. И мы это, и в свое время, и в 91-м году об этом говорили, в 92-м, и на протяжении долгих лет. Может быть, и из-за этого отношения в обществе такое, что вот это неверное давлело. Сейчас уже, вот, я, наверное, не открою секрет, что было заседание Государственной Думы и Совета Федерации, и где вот рассматривался этот вопрос о пересмотре той политической оценки, которую дали. Ну, буквально завтра, наверное, этот вопрос решится. Я просто хочу сказать, вы помните, да, позицию афганцев, ну, ситуация такая, распалось государство, да, мы стали, ну, в составе Украины, да, и афганцы всегда были сплочены такой вот семьей. Вы помните, 11-й год, когда афганцы зашли в Верховную Раду Украины, и депутаты Верховной Рады Украины снимали значки и текали просто, ну, как бы, понимая то, что они обещали на своей предвыборной кампании, но никогда не выполнялось. Я вот вернусь к тому, что, вот, к той теме, что сегодня происходит, и то, что было. Вот мы, у нас есть с чем сравнить. Мы понимаем сегодня, насколько стало жить лучше. И государство идет нам на встречу. Есть программа, да, программа, и вот прошлый год, позапрошлый год, такие организации, как Боевое Братство, Российский Союз Ветеранов Афганистана, Союз Десантников России, они получили, будем говорить, финансовую поддержку от государства для проведения реабилитационных и лечебных, будем говорить, мероприятий. 680 миллионов выделено на оздоровление сегодня участников боевых действий. Через общественные организации. Это лишь то малое, что необходимо было сделать для Юрия. Да, дай бог, что оно есть. Меняется вообще ситуация, подходы к этой проблематике, меняются в корне. Мы просто замечаем, что происходит. Это называется исторической справедливостью. Господа, я искренне вас благодарю не только за эфир, но и, в принципе, за то, что вы выполнили свой долг и в вашем лице всех воинов, интернационалистов и участников локальных конфликтов. Спасибо. А зрителей я благодарю за внимание. Увидимся с вами уже через неделю в этой же студии в программе «Вечер.Лайф» и обсудим то, что обсудим. Субтитры создавал DimaTorzok